Добрый день, коллеги! Мы сегодня будем говорить про кибер-угрозы, про угрозы будущего, и, собственно, о том, насколько у нас будет меняться жизнь с точки зрения как бы цифровой трансформации и активного внедрения в нашу жизнь различных современных технологий, о которых мы зачастую даже не задумываемся, что они могут нести угрозу, либо они могут быть мишенью для тех или иных киберпреступников или просто неких акторов, которые имеют некие враждебные цели и могут атаковать что-то на базе информационных технологий, либо использовать информационные технологии для атак. И когда, собственно, мы занимаемся неким анализом угроз, то мы очень часто погружены в себя, мы очень редко смотрим по сторонам, и тем более мы практически никогда не заглядываем в некое будущее, тем более не заглядываем в горизонт, поэтому для многих те атаки, те угрозы, те инциденты, которые происходят, о которых все говорят, они часто являются неким сюрпризом, хотя надо признать, что многие из кибератак в целом история достаточно предсказуемая, если крупными мазками посмотреть на тот ареал развития этих самых технологий, с которым мы сейчас сталкиваемся и с которыми мы можем столкнуться в будущем. Но так надо сказать и надо признаться, что, несмотря на это, большинство специалистов по кибербезопасности все-таки погружены в очень краткосрочный горизонт анализа событий, и поэтому вот если там поискать в интернете информацию о том, а вот как мне строить стратегию кибербезопасности на ближайшие годы, с какие угрозы я должен заложить в свою стратегию, от чего я должен защищаться, ну информации будет очень мало, она будет разрозненная, и сегодня мы попробуем как бы собрать все вместе, потому что, ну вот угрозы, которые будут в 24 году, они достаточно традиционны, то есть это фишинг на тему выборов, то есть у нас прошли выборы президента, были свои волны фишинга, в ноябре будут президентские выборы в США, начнется своя волна, будут олимпийские игры, очевидно злоумышленники возьмут эту тему на флаг и будут заниматься фишингом на тему олимпийских игр, в Европарламент выборы будут летом, также эта тема будет на пике фишинговых сообщений, но правда не в России, а скорее в Европе и в странах, в котором это важно, очевидно будет рост числа всяких шифровальщиков, которые как бы атакуют и российские, и нероссийские организации, рост числа атак на критическую инфраструктуру, про государственные хакеры, по понятным причинам их активность не будет спадать и по мере того, как будет изменяться ситуация на поле боя, физическом поле боя, соответственно будет изменяться и активность, и интенсивность кибератак в виртуальном пространстве. Но надо сказать, что будут какие-то и относительно новые вкрапления киберугроз, о которых раньше мы еще, ну либо не слышали, либо они считались нечто таким фантастическим и недосягаемым и доступным только для спецслужб иностранных государств, но в реальности сегодня, сегодня, и я про это скажу, удешевление многих технологий, а при анализе угроз мы не можем сбрасывать со счетов экономические аспекты. Так вот, при удешевлении многих технологий атаки, которые раньше казались невозможными, ну превращаются практически в мейнстрим. Это атаки на спутники, это атаки на беспилотный транспорт, это атаки на радионавигационные системы типа GPS и GLONASS. Вот это уже начинает развиваться, развиваться достаточно активно. Прошлый год для зломышленников был такой пробой пера, 24-й год станет уже таким мейнстримом по этим направлениям, и, соответственно, дальше эти атаки, ну, прочно войдут в нашу жизнь, и, соответственно, надо к ним быть готовым в той или иной степени, и насколько это вообще возможно, ряд атак, к сожалению, самостоятельно предотвратить нельзя, и это уже будет задача, скорее, государства, которые тоже занимаются этими вопросами и предпринимают определенные усилия для борьбы с угрозами. Например, на те же самые спутники в прошлом году было выпущено ДСПшный указ президента, который направлен был на защиту и спутниковых систем, и операторов связи, работающих со спутниками, и СМИ, потому что в прошлом году как раз появились первые достаточно активные истории, дипфейки, связанные с трансляцией по телевидению, либо внедрение голосовых дипфейков в радиопрограммы, которые сообщают о мобилизации, о каких-то иных негативных событиях с целью паники, с целью дестабилизации общества, ну и так далее. Многие из такого рода атак, у них цель зачастую не финансово мотивированная, как была раньше, а именно дестабилизация ситуации в обществе, а информационные технологии используются как некий инструмент. Вот, но это то, что нас ждет в этом году, а наша задача все-таки посмотреть чуть дальше, посмотреть в будущее и попробовать понять крупными мазками, какие угрозы могут быть. Но надо сразу сказать, что мы будем говорить о чем-то более реалистичном, потому что, очевидно, есть какие-то фантастические прогнозы, есть вообще иногда, ну, достаточно смешные прогнозы, по крайней мере, на первый план и на первый взгляд, когда их анализируешь. Ну, например, когда была эпидемия ковида и начиналась, собственно, массовая вакцинация, то на полном серьезе отдельные, и, назовем их в кавычки, эксперты, специалисты, говорили о том, что в рамках вакцинации человеку внедряют специальный чип, который превращает его в интернет-устройство, подключенное, собственно, к интернету и к вышкам 5G и 6G, там, где 6G уже было развернуто, и через эти вышки и через чипы, встроенные в человека, можно было управлять его мыслями, его поведением и так далее. И вот, собственно, на этом фоне отдельные, как я уже сказал, в кавычках, эксперты не рекомендовали вакцинироваться и, соответственно, не становиться марионетками в руках закулисного правительства и так далее. Про вопросы вакцинации мы, конечно, говорить не будем, это отдельная тема. Там антиваксеры и сторонники вакцинации, это отдельная совершенно история. Мы сейчас смотрим на это именно с точки зрения якобы угрозы кибербезопасности, потому что внедрение чипа в организм человека – это то, что мы видим уже сейчас, по сути, своей. Разумеется, никто не говорит, что при вакцинации со шприцом у нас нано-чипы внедрялись в организм человека, но эксперименты Neuralink компании Илона Маска показывают, что это вполне себе такое мейнстримовское направление. И если сейчас мы активно говорим о том, как защититься от фишинга в электронной почте, как защититься от фишинга в мессенджерах, такое новое направление относительно с прошлого года, активно развивающийся, то буквально через несколько лет мы начнем говорить о фишинге сразу в мозг, об атаках сразу в мозг, потому что чип внедряется в кору головного мозга, напрямую подключается к отдельным рецепторам и так далее. Ну и сразу возникает вопрос, а какова защита этого чипа, а будут ли антивирусы для этих чипов, а будут ли так называемые межсистевые экраны, они же фаерволы, они же брендмауеры для этих чипов, и как вообще защитить компьютер, который будет внедрен в мой мозг, в мою голову или в какие-то мои части тела от несанкционированного воздействия. И это тоже вопрос, на который сейчас, кстати, нет ответа, потому что одно дело компьютер защищать, и то я более чем уверен, что у многих антивирусы даже не стоят, и мало кто занимается настройкой своего компьютера с точки зрения безопасности. Даже базовые бесплатные защитные меры не все реализуют, а уж что говорить о такой непонятной штуке, как чип в голове, потому что на компьютер я еще могу сам своими силами поставить антивирус и его настроить, а чип мне кто-то внедрил в мозг, и самостоятельно вряд ли я могу на него что-то ставить. Ну, если, конечно, не будет предложен простой интерфейс через мобильное устройство, что-то там настраивать. Но это, опять же, никто не знает, как это будет в возримом будущем реализовано, но просто сам факт, что технологии развиваются, и то, что еще раньше казалось некой фантастикой, и даже рассматривалось как некий юмор, сегодня может транслироваться в нечто более реальное. То есть, да, наночипы в вакцине от ковида – это, ну, как говорят иностранцы, полный булшет, а чип, который самостоятельно внедряется в человеческий организм для решения каких-то вопросов для людей, которые плохо видят, у которых не двигаются пальцы, руки и так далее, и эти чипы позволяют эти недостатки, как бы, тем или иным образом решить, это уже, да, вопрос, на который нам, может быть, даже вам придется отвечать в относительно ближайшем будущем. Но, конечно, надо сказать, что мы говорим о достаточно долгом горизонте с точки зрения киберугроз или прогнозирования киберугроз. Далеко не все можно предвидеть на сегодняшний день, но можно намечать какие-то общие направления. Вот сегодня утром прозвучало уже, как бы, стать с этого начинала, что произошла трагедия вчера, и несмотря на то, что американцы об этом сообщали еще 7 марта, кто мог предвидеть, что это произойдет? То есть последний раз такого рода истории в России были, там, почти 20 лет назад, история с Норд-Остом, и многие-то уже и не помнят этого, а многие вообще этого не помнят, как это все было. Поэтому вот прогнозировать такое действительно бывает очень сложно, есть вещи ситуативные, которые развиваются очень быстро, и превращаются в и киберугрозы, и в угрозы в физическом мире. Но какие-то крупные вещи мы, конечно же, можем уже сейчас предсказывать, но здесь тоже надо обратить ваше внимание, что все очень сильно будет зависеть от экспертов, потому что есть эксперты очень сильно приземленные. Вот, например, европейцы выпустили в прошлом году, ровно год назад, в марте 2023 года, некие свое исследование с анализом угроз к 2030 году. На мой взгляд, это очень такое, я бы не сказал поверхностное, но оно очень недалекое исследование, потому что те эксперты, которые участвовали, они больше, наверное, политики, они больше дипломаты, чем специалисты технического плана. Поэтому они взяли текущие угрозы, или угрозы, которые только-только стали появляться в 22-м, в 23-м годах, и они сказали, что это будут угрозы, активно развившиеся к 2030 году. Но если вы посмотрите на этот список, атаки на интернет-устройства, атаки на спутники, атаки на искусственный интеллект, компрометация цепочек поставок программного обеспечения, компании, связанные с дезинформацией, цифровая слежка и потери приватности, но это явно не угрозы 2030 года, это то, что происходит здесь и сейчас, то, в чем мы живем уже сейчас. Поэтому к 2030 году, да, это разовьется очень сильно, безусловно, но будут и совершенно новые угрозы, о которых автор этого исследования, Европейского агентства по сетевой информационной безопасности, ни слова не говоря. Вот, возможно, потому что они просто не могут посмотреть на несколько шагов вперед, ну а мы постараемся эту задачу, конечно же, сделать, и повторюсь, что у меня там нет цели расписать все возможные угрозы, скорее показать, в каком направлении эти угрозы будут развиваться. И для этого мы должны понимать, собственно, какие факторы влияют на появление новых кибер-угроз, а также на исчезновение старых кибер-угроз. Это факторы по-крупному четыре, это технологические факторы, какие технологии у нас появляются, они будут либо мишенью, либо инструментом для проведения кибератак, например, искусственный интеллект. Искусственный интеллект нам нужен для цифровой трансформации, он активно внедряется в бизнес-процессы, в процессы управления государством, в процессы общественные, но при этом его используют и мошенники, и искусственный интеллект является мишенью для злоумышленников, которые хотят украсть какие-то модели, которые хотят украсть данные, обучающие выборки, датасеты, на которых учатся модели, чтобы самостоятельно не создавать такие датасеты, потому что в ряде направлений датасеты являются такой конфиденциальной информацией, коммерческой тайной и очень ценными данными, за которыми будет охота и будет идти активная охота. Очевидно, угроза зависит от геополитики. Мы про это тоже сегодня поговорим, но в частности, после начала конфликта Хамас и Израиля в секторе ГАЗа количество кибергруппировок, которые встали либо на сторону Израиля, либо на сторону Хамас, возросло на порядок. То есть, если раньше, даже на два порядка, если раньше это были отдельные, ну, одна, две, три, пять группировок, которые атаковали друг друга в таком достаточно пассивном режиме, то, начиная с 7 сентября, группировок стало почти 150, и они атакуют очень разные объекты, вплоть до критической инфраструктуры. Буквально пару дней назад было объявлено об атаках на ядерные объекты в Израиле, на кражу информации о ядерных объектах, секретной документации и так далее, и так далее. То есть, ставки повышены очень сильно, и вот геополитика, она действительно начинает сильно вмешиваться и влиять на то, какие кибератаки, на кого они осуществляются. Конечно же, угроза зависит от культурных особенностей и от экономики. Все это тесно переплетается между собой, и вот если я уж упомянул экономику, то надо отметить, что по мере удешевления технологий они очень активно начинают либо превращаться в цель для злоумышленников, либо использоваться злоумышленниками. Ну, например, дроны стали очень дешевыми, они стали чаще взламываться, они стали использоваться для проведения атак, как физических атак, и мы все прекрасно знаем про огромное количество историй про атаки дронов, беспилотников. Чуть ли не каждое утро мы читаем сводки из того или иного региона России. Но дроны используются и в кибератаках, в частности, уже фиксируются случаи, когда на дроны вешают камеры, на дроны вешают микрофоны, и они, собственно, зависают над или напротив помещений, в которых ведутся конфиденциальные переговоры. Вот позапрошлом году была раскрыта такая шпионская кампания страны китайской Huawei против ряда европейских операторов связи и производителей оборудования. Собственно, китайцы следили за секретными переговорами. Или дроны начинают использоваться для взлома беспроводных сетей. Опять же, залетая в диапазон действия беспроводной сети, на дроне, соответственно, стоит небольшой компьютер, управляемый дистанционно, и, собственно, зломышленники могут взламывать беспроводные сети, прослушивать беспроводной трафик, либо через взломанную беспроводную сеть атаковать затем другие компьютеры, подключенные к этой беспроводной сети. То есть такое расширение плацдарма. Тот же самый историй с космосом и спутниками. Ну, кто раньше мог себе представить, что хакеры будут на завтрак ломать спутниковые системы? Сегодня это происходит сплошь и рядом. В прошлом году активно ломали спутники теле- и радиовещания. Причем с разных сторон. Ломали российские спутники, ломали спутники европейские, ломали спутники американские, азиатские. В Даркнете, в теневом интернете, на черном рынке можно найти предложение по доступу к военным спутникам. Ну, то есть то, что раньше было уделом единиц, сегодня становится мейнстримом. И в интернете даже можно найти курсы, как ломать спутники. Потому что технологии стали дешевыми. На eBay или на каких-то иных интернет-аукционах можно купить различные устройства, детали, вышедшие, выведенные из эксплуатации спутники, которые можно изучать, анализировать и готовить атаки. Ну и дипфейки тоже история понятная. Раньше обучить модель, которая создает цифрового двойника с интеграцией голоса, видео, синхронизацией губ стоила достаточно много денег и требовала очень мощных, вычислительных ресурсов. Сегодня это можно делать на обычном домашнем компьютере. Ну вот в качестве примеров. Атаки на спутники. Вот обратите внимание, только за прошлый год те активности, которые были проведены вокруг этой темы. Ну да, взломы спутников раз, продажи доступов, я это упоминал, проводятся конкурсы, легальные конкурсы по взлому спутников в США и в России для того, чтобы изучить слабые места и успеть подготовиться к атакам на такого рода системы, к более массовым атакам на такого рода системы. И появляется различная нормативка вокруг безопасности спутниковых группировок, спутниковых систем и так далее. Потому что, ну, в противном случае, последствия могут быть достаточно серьезными, потому что на спутнике завязаны сегодня транспорт, финансовые системы, электроэнергетика в части синхронизации времени, а от этого зависит работа многих критических инфраструктур, даже о которых мы не задумываемся. Поэтому атаки на спутники это такая незаметная, но очень опасная угроза, о которой надо думать сейчас. Та же самая атака на геолокацию. То есть мы все пользуемся навигаторами. Сначала специальные военные операции мы столкнулись с тем, что, по крайней мере, жители Москвы, иных крупных городов иногда имеют проблемы с навигацией, потому что глушит сигнал GPS или GLONASS для защиты от беспилотников. Потому что старые беспилотники, они наводились под GPS. Но вот эта же угроза в виде глушилок для GPS-сигнала, она может применяться и, опять же, злоумышленниками, потому что эти самые датчики, приемники GPS-сигнала используются в станках и в оборудовании, в самолетах, в такси, в беспилотном транспорте. И уже известный случай, и такой сервис, я думаю, многие из вас слышали или пользовались им, как Flightradar. Flightradar запустил буквально пару дней назад, может быть, неделю назад, специальную карту по атакам на GPS, на систему радионавигации для самолетов. Потому что, начиная с конфликта в Газе, стали активно пытаться выводить из строя систему радионавигации вокруг аэропортов Багдада, Тегерана, Баку, Никасии, Анкары, Каир, Тель-Авива, Омана и Берута. То есть это Баку, это вот буквально два часа лета от Москвы, условно. То есть это происходит уже, опять же, сплошь и рядом, и, к сожалению, далеко не все пилоты, как оказывается, умеют сажать самолет и вообще заниматься пилотированием при отключенной системе радионавигации. Это утерянные навыки уже. То есть мы настолько привыкли, что у меня там радионавигация, что даже в навигаторе, зачастую, закладывая маршрут, едем на машине, не зная, а как бы я в реальности себя повел, если бы радионавигация отключилась. И мы как слепые котята начинаем думать, а как же мне добраться из точки А в точку Б. Таких примеров становится все больше и больше. И часто как бы многие думают, ну для того, чтобы как бы глушить сигнал, надо какие-то дорогостоящие устройства и так далее. Ну все зависит от того, какую площадь мы хотим заглушить. Например, есть исследования, которые говорят о том, что если поставить глушилку на Останкинскую телебашню, то как минимум вся Москва погрузится во мрак радионавигационный. И часть прилегающих территорий к Москве тоже потеряет GPS-сигнал. То есть как бы такие исследования проводились уже много лет назад. То есть эта угроза рассматривалась, но всерьез ее никто не оценивал, потому что многие думали, что для того, чтобы зайти на Останкинскую башню, надо обладать всеми допусками и так далее. Но технологии-то меняются, совершенствуются и дешевеют. И сегодня стоимость глушилок для GPS-а, для GLONASS снизилась до полутора тысяч рублей. Да, разумеется, это не такого же диапазона, как на Останкинской башне было бы, но в диапазоне нескольких десятков сотен метров вполне себе. Такого рода глушилку за полторы-две тысячи рублей можно купить вполне, ну я не скажу легально, потому что это все-таки нелегальная продажа, но на официальных маркетплейсах. Да, вот, со всеми вытекающими отсюда потенциальными последствиями. И к этому тоже, опять же, надо быть готовым. И, как бы, далеко не так просто зачаститься от глушилок на систему навигации. То же самое касается, конечно, и беспилотного транспорта. Он очень сильно завязан на радионавигацию, потому что сегодня практически весь беспилотный транспорт работает на GPS-е либо ГЛОНАССе. То есть так, чтобы всякие геостационарные системы навигации использовались, такого почти нет. И поэтому, если вдруг в каком-то районе будет отключена радионавигация или снижена ее точность, то беспилотный транспорт, который там ездит, или может, или будет ездить, это сразу представляет из себя серьезную угрозу. для пассажиров, а также для пешеходов, в которых этот транспорт может врезаться. Причем, опять же, можно смотреть на это как некие будущие угрозы, но я лично сталкивался, когда работал в американской компании, с реализацией этой угрозы в США, когда угоняли инкассаторские броневики, потому что на многих из них стоят соответствующие датчики геолокации, позволяющие следить за местонахождением инкассаторского броневика с ценностями. Так вот, можно загасить сигнал и украсть инкассаторский броневик, отогнать его в какое-то удаленное место и распотрошить. И отследить его будет невозможно, потому что сигнал в этот момент глушится. То есть это уже применялось на практике, а в перспективе эта история станет более массовой. Опять же, к ней надо быть готовым. И вот, если посмотреть на различные каналы, проукраинские каналы, то обратите внимание, там эта история действительно набирает огромнейшие обороты. Существует огромное количество компаний, частных компаний, небольших компаний, которые создают эти дроны. То есть это действительно история стала массовой. Если раньше хороший дрон стоил там 600-700 тысяч рублей, то сегодня это там несколько тысяч рублей базовый дрон, на котором встроен подавитель Wi-Fi сигнала, GPS сигналы и так далее. И он будет выполнять свою задачу. То есть действительно, удешевление технологии приводит к тому, что их начинают активно использовать в различных, не только наступательных обычных вооружениях, но и в области кибербезопасности. То есть к этому тоже надо быть готовым. Та же история с дипфейками и вообще биометрией. Раньше это было уделом крупных кинокомпаний. То есть кто смотрел фильм «Звездные войны», то седьмая часть, ну или она первая часть нового цикла, в ней принцесса Лея, актриса, которая играла принцессу Лею, к сожалению, умерла уже во время съемок, и отдельные эпизоды доснимали с использованием искусственного интеллекта. То есть с помощью технологии дипфейков эмулировалось лицо, которому придавали там эмоции, вкладывали в уста соответствующую речь, ну и потом выпускали на экраны. Немногие заметили разницу, потому что это очень были небольшие видеофрагменты, но по оценкам это стоило там миллионы, миллионы долларов. Спустя буквально несколько лет один из энтузиастов повторил этот эксперимент и сделал то же самое на своем смартфоне. То есть он сделал ровно те же самые фрагменты на своем смартфоне, потому что сильное удешевление технологий. Если раньше там можно было находить в интернете дипфейки только с видео, вспомним историю, с генеральным, с человеком, похожим на генерального прокурора, только голосовые дипфейки, то сейчас появляются очень интересные истории, но опасные истории с мультимодальностью, когда голос интегрируется с видео, синхронизируются модальности, когда, например, идет синхронизация движения губ с текстом, который озвучивается с генеренным видеоизображением, то есть как бы комбинация сразу нескольких модальностей. Вот. Ну и эти технологии, да, они используются и в логих целях для создания всяких дикторов виртуальных, всяких персонажей, чат-боты, помощники и так далее. Но очевидно, их можно использовать и во вред, что, собственно, злоумышленники регулярно и демонстрируют. Ну и, чтобы показать, насколько это легко происходит, вот, собственно, небольшой ролик, сделанный несколько лет назад, обратите внимание, несколько лет назад, подменили лицо у порно-актрисы, заменили на лицо известной актрисы израильского происхождения, Галь Гадот. Вот обратите внимание, как бы, вот как раз на этом фрагменте, который сейчас остановился, если посмотреть чуть более внимательно, с приближения, можно увидеть, что лицо наложено, то есть там щеки, особенно с левой части, если смотреть на экран, видно, что лицо отличается от щеки, как бы там проходит некая граница. Вот, но сейчас технологии стали гораздо лучше и, конечно, не хотелось бы стать героем вот такого вот ролика и потом еще доказывай, что это не ты, а это реально там кто-то сделал твоего цифрового двойника или это дипфейк с целью очернения я человека, особенно если это какой-то политик или известная личность и в рамках какой-то там политика дезинформации, компания дезинформации, черный пиар и так далее, человека решили очернить и, собственно, он потом будет замазан на долгие-долгие годы. Вот, ну и опять, чтобы вам продемонстрировать, насколько это легко делается, вот буквально пятиминутный, ну, не фрагмент, а вот то, я потратил пять минут на создание этого ролика. Я взял небольшое видео из интернет, даже не убирал в ватермарке, взял свою фотографию и наложил на это видео. Вот обратите внимание, что получилось. И вот, то есть обратите внимание, как бы здесь было только видео, но пятиминутная работа, то есть, причем мне не требовалось никаких знаний, как бы на вход видео, на вход фотография, дальше система сама распознает, что подменить. Вот, понятно, что если стоит задача целенаправленной атаки, а такие примеры уже были, буквально там, меньше месяца назад, таким образом, создав фальшивую конференцию в зуме, злоумышленники увели 28 миллионов евро, заставили перевести эту сумму, ой, долларов, заставили перевести эту сумму на подставные счета. То есть, это становится действительно в случае целенаправленной атаки очень эффективным инструментом для, как бы, реализации той или иной кибер угрозы. Вот, но, как я уже сказал, у нас очень многое влияет на будущее, как бы, и технологической в области угроз, поэтому я здесь всегда говорю, что то, что я рассказываю, может не случиться, или случиться быстрее, чем я прогнозирую, или случиться, но не у нас, потому что сейчас мы находимся немного в иной, там, ситуации, в немного иной реальности, чем еще, там, два с лишним года назад в России запрещено поставки многих технологий, поэтому то, с чем раньше столкнутся, например, американцы или европейцы, мы можем не столкнуться, или столкнуться с существенным запозданием. Вот, ЦРУ с периодичностью в несколько лет регулярно обновляет свои прогнозы развития мира в целом, они буквально недавно опубликовали свои прогнозы развития до 2040 года, они очень высокоуровневые, и они говорят, что мы не можем гарантировать развитие по тому или иному сценарию, но мы видим пять ключевых сценариев развития мира с точки зрения экономики, с точки зрения технологии, с точки зрения, конечно, вопросов кибербезопасности. Вот, обратите внимание, американцы делают ставку по понятным причинам на сценарий номер один, там, где США лидирует, а со стороны, в частности, России начинаются всякие кибератаки и кампании по дезинформации и так далее, ну и опять же, они, скорее всего, опираются на текущую ситуацию и пытаются экстраполировать это на будущее. На самом деле, более вероятный четвертый сценарий, он, по крайней мере, мне кажется, что он более вероятный, это балканизация и экономик и геополитик и технологических секторов и, конечно же, кибербеза, где будут отдельные такие островки, которые вокруг себя будут собирать там с различных сателлитов и в рамках этих островков будут, соответственно, развиваться и технологические аспекты и вопросы, связанные с кибербезом и с угрозами в том числе. С одной стороны, вот такая балканизация с точки зрения кибербезопасности, она играет на руку тем, кто в этом островке находится, потому что меньше анонимности, больше ограничений, больше возможности спецслужб, соответственно, быстрее можно идентифицировать преступников, наказывать их и, соответственно, это должно приводить, должно, не обязательно будет, но должно приводить к снижению киберпреступности. Но я не уверен, что мы все захотим жить в такого рода обществе, поэтому очевидно, что, возможно, сценарий будет развиваться в какой-то промежуточной, но, опять же, сейчас прогнозировать это бывает достаточно сложно, потому что геополитика меняется очень сильно. Но есть вещи, которые, ну, будут происходить однозначно, как говорится, к бабке не ходи, это рост числа уязвимостей. Но вот там обратимся к истории, средневековой истории, как обычно защищались от набегов тех или иных врагов. Ну, высокие стены, замки, осады, осадные орудия, подкопы и так далее. Вот многие, кто смотрел всякие фильмы, типа Троя с Брэдом Питтом в главной роли или Властелин колец, осада, Хельма в Эпаде или Мина Стирит и так далее. Ну, помнят, что вот эти все батальные сцены, они крутятся вокруг того, что да, надо осаждать стены, бить таранами в ворота, пускать этих назголов и так далее, и так далее. Вот в реальности же такого не происходило. Вот как бы, если уж совсем говорить честно, безусловно, осады были, но осады делались для того, чтобы как бы с помощью всяких таранов и так далее влезть в тот или иной замок. То есть в лоб никто практически никогда не атаковал, ну, за исключением не очень умных военачальников. То есть осада нужна была для того, чтобы никто не разбежался после того, как замок будет захвачен, а в реальности залезали по-другому. Вот обратите внимание на эту фотографию, это фрагмент одного из средневековых замков, и вот эти наросты на стене, многие думают, что это там бойницы или фрагменты лестницы винтовой внутри башни. На самом деле нет. Вот эти наросты это туалеты. То есть если в реальности посмотреть, как это устроено, то вот так выглядел средневековый туалет. Потому что никакой канализации, конечно же, не было. Все с помощью сил гравитации. сделал свое дело, оно ушло за пределы замка, потому что если это скапливается внутри замка, то очевидно будет запах, будут болезни, ну и так далее, и так далее. Никому это было не нужно. Поэтому делали вот такого рода внешние туалеты. Таких примеров много, это не единичная история. И, собственно, залезали лазутчики в замки через эти отверстия. То есть пробрасывали с помощью там крюка ночью до этого туалета веревку, залезали по ней, потом проникали такие щупленькие лазутчики через канализационные отверстия, и дальше уже перебивали охрану, открывали ворота и проникали внутрь замков. То есть никто в лоб не ломал, искали вот такого рода уязвимости. Поэтому уязвимости это то, с чего начинается практически любая атака. Уязвимости есть всегда и везде, потому что продукты создаются людьми, и даже те продукты, которые создают другие продукты, они тоже созданы людьми. Людям свойственно ошибаться, поэтому такого рода уязвимости есть везде. В софте, в железе, в конфигурациях, в архитектуре, в поведении людей, в моделях и алгоритмах, если мы говорим про искусственный интеллект, есть уязвимости в данных, так называемое отравление данных, на базе которых искусственный интеллект принимает те или иные решения. Возможно, еще что-нибудь придумают в будущем. Сейчас, наверное, фантазировать можно, но вот это основные каналы и вектора, где могут быть уязвимости, где злоумышленники ищут эти уязвимости, эти слабые места, эти дыры, через которые затем проникают внутрь тех или иных защищенных систем. Вот, поэтому, если попробовать вот сейчас базовые вещи разложить, то, помимо традиционных киберугроз, которых будет просто больше, они будут быстрее, это фишинг, это поиск уязвимостей, эксплуатация уязвимостей и так далее, будут угрозы, связанные с прорывными технологиями, это искусственный интеллект, биометрия, спутники, большие данные, квантовые компьютеры и так далее, и будут угрозы, связанные с тем, что происходит вокруг, с геополитикой, с импортозамещением, с кадрами, с нехваткой микроэлектроники и закупкой их окольными путями, параллельные импорт, серый импорт и соответственно там могут быть закладки, но причем это тоже не всегда абсолютно новые угрозы, просто сейчас они будут становиться более активными, но из относительно свежих историй падения одной из ракет в Роскосмосе пару лет назад, когда в результате расследования выяснилось, что были закуплены какие-то китайские чипы вместо тех чипов, которые должны были быть американских или европейских, и китайские чипы оказались не протестированными на предмет воздействия радиации, то есть они очень неплохо подходили для работы на обычном домашнем компьютере, условно я сейчас говорю, на земле, но микроэлектроника, которая используется в космосе, она обладает некими новыми свойствами и защита от радиации, более сильной защиты, вот соответственно эти бытовые чипы такой защиты не обладали, соответственно они просто выгорели во время старта ракеты, ну и соответственно ракета взорвалась там с огромными убытками, то есть это как бы не совсем кибер угроза, но демонстрация того, что история как бы не нова, а если приводить пример именно с кибер угрозой, то я могу привести историю 80-х годов, казалось бы, какие компьютеры 80-х года, многие еще даже не родились в это время, но на газопроводе на одном в Сибири произошел взрыв, причем он официально подтверждается американцами, в России его не подтверждали никогда, сам взрыв-то был, но никто никогда не говорил причину этого взрыва, а американцы эти причины в своих документах опубликовали, они говорят, что они зная, что Советский Союз гоняется за программным обеспечением, которое было необходимо для работы компьютеров АБМ-360 и который использовался при расчете различных геологических моделей, связанных с геологодобычей и так далее, с нефтеразведкой, они, зная, что российские разведчики, советские разведчики гоняются за этим программным обеспечением, специально сделали туда закладку в это программное обеспечение, и она сработала в определенный момент времени и в результате собственно произошел взрыв на трубопроводе, потому что система управления технологическим процессом, прокачки нефтепродукта сработала не так, как должна была быть, вот, и это привело соответственно к выходу за граничные значения работы системы и к взрыву, вот, например, то же самое произошло спустя там 30 с лишним лет в Натанзи, известная история с вредоносным кодом StaxNet, вот, и то же самое сейчас может происходить не только на уровне программного обеспечения, но на уровне железа, когда закладки делаются в чипы и они срабатывают в определенные моменты времени, опять же, эпизодические истории происходят уже, вот, но история может быть более массовая, особенно сейчас, когда там у нас в стране своих чипов так и не появилось в достаточном количестве, мы тянем эти чипы со стороны Китая окольными путями, а для китайцев то мы не друзья, мы ситуативные партнеры, поэтому атаки со стороны китайцев на российские объекты известны, вот, поэтому кто знает, что в этих чипах заложено, как бы тоже не всегда можно проанализировать, вот, поэтому когда мы анализируем вопросы, связанные с угрозами будущего, то мы должны смотреть на, вот, есть классная технология, но смотреть на нее не как я использую во благо, а как я буду использовать во вред, в этом отличие специалиста по кибербезопасности от специалиста по IT, потому что IT думает о том, как сделать хорошо, а безопасность думает о том, как не сделалось бы плохо, то есть вроде как об одном и том же, но это немного разные точки зрения на одну и ту же задачу, вот, поэтому любая новая технология, которая появляется или может появиться специалистам по кибербезопасности рассматривается именно с точки зрения того, а что может быть плохого. Искусственный интеллект, вроде хорошо, но это автоматом дипфейки, это профилирование жертв, это фишинговые сообщения, подстроенные под конкретную жертву и так далее. высокоскоростной интернет, да, мы смотрим фильмы и скачиваем их на больших скоростях, у нас появляются цифровые двойники, у нас появляются технологии 6G, квантовые как бы истории и интернет-вещей и беспилотный транспорт, который в реальном времени может через интернет анализировать данные, с другой стороны у меня увеличивается мощность DDoS-атак, если раньше эти атаки были там гигабиты в секунду, то есть сейчас это тарабиты в секунду, и это уже не единичная история. И противодействовать этому становится все сложнее и сложнее. Дальше, интернет-вещей. Интернет-вещей это умные пылесосы, это умные телевизоры, это умные видеокамеры, к которым я подключаюсь через интернет, которые делают мою жизнь удобнее и так далее, но это же и цель для злоумышленников, которые таким образом через, например, умный пылесос взламывая камеру, могут следить за мной, либо это использование умных вещей как распределенная сеть для реализации атак, отказ в обслуживании на какую-то жертву, такие примеры тоже были. 3D-печать. Мы смотрим на это как ускорение, ну, IT-специалисты смотрят на это как на ускорение создания чего-либо, 3D-органов или домов, зданий, каких-то запчастей и так далее, а злоумышленник смотрит на это как на возможность внедрить закладку в программу, которая будет создавать 3D-объект, что приведет к тому, что, например, здание разрушится в определенный момент времени, потому что оно было напечатано с нарушением некой технологии, потому что в программу были внесены какие-то изменения. Квантовые технологии, да, квантовые компьютеры позволяют делать расчеты на совершенно иных скоростях, которые сейчас даже сложно себе представить, но квантовые компьютеры будут использоваться для взломок криптографии, и есть специальное даже новое такое название для кибератак, когда все данные, которые сейчас зашифрованы и передаются в сети интернет, их никто не ломает в лоб, потому что современная криптография позволяет надеяться, что в лоб никто взломать данные не может, это так, но эти данные можно сохранить, и когда появятся квантовые компьютеры, они уже сейчас появляются, буквально в конце прошлого года анонсировали компьютеры на 1180 кубитов, а это колоссальнейшая скорость и мощность вычислений, так вот данные, которые зашифрованы, которые взломать нельзя сейчас, можно взломать в будущем, поэтому появляется термин сохранить сейчас, взломать в будущем, то есть я сохранил данные, у меня появился квантовый компьютер, и я расшифровал то, что я раньше не мог, и то, что считалось тайной за семью печатными, там через год-два станет достоянием гласности, и у меня есть какие-то оперативные данные, которые не представляют, наверное, интереса ни для кого, кроме историков, а есть данные долгосрочного хранения, которые в случае расшифрования или дешифрования в данном случае могут привести к каким-то последствиям, вплоть до геополитических, вот, и это, кстати, в том числе играет и на руку специалистам по безопасности, потому что, когда компания сталкивается с шифровальщиком, и специалисты по безопасности не могут ничего сделать с этим, шифровальщик написан очень хорошо, уязвимости в нем нет, и ключи расшифрования недоступны, и многие компании машут рукой, говорят, ну все, я удаляю эти данные, я никогда к ним доступа уже не получу, а наиболее здравомыслящие компании говорят или думают про себя, ну сейчас я не могу вернуть данные, а через год появится квантовый компьютер, и он этот шифр взломает в лед, и я получу ключи расшифрования и верну свои данные, и если у них есть достаточные мощности хранения, они сохраняют эти зашифрованные данные, а потом могут получить к ним доступ, почему нет, то есть технология опять же может быть использована с двух сторон, и взлом, и защита, и так далее, то же самое децентрализованные технологии, очевидно, что они могут быть использованы во благо, например, буквально недавно, в прошлом году, была анонсирована так называемая ГНС, или ДНС, ГНУ Name System, это замена всем привычного ДНС, потому что ДНС считается не очень защищенной технологией, даже несмотря на наличие ДНС-сека, а ГНС это система изначально спроектированная, система доменов имен в интернете, спроектированная с прицелом на приватность, и она изначально базируется на криптографии, причем достаточно стойкой криптографии, она уже регистрирована в качестве РФС, ну и может быть будут ее внедрять, может быть нет, все зависит от геополитического решения, но сам факт, децентрализованные технологии используются во благо, ну а если мы говорим об этих технологиях во вред, ну это криптовалюты, активно используемые преступниками, мошенниками, для того, чтобы обмениваться денежными средствами анонимно, автономный беспилотный транспорт, ну опять же, я про это уже говорил, автономный беспилотный транспорт, такси, роверы во благо, дроны во вред, ну то есть они тоже могут быть использованы и во благо, но сейчас мы видим в основном истории, когда дроны используются во вред, поэтому вот любые прогнозы, которые становятся известными по развитию новых технологий, ну например Гартнер любит их публиковать там ежегодно, публикует свою так называемую кривую развития прорывных технологий, обратите внимание, там большинство технологий находится в левой части этой кривой, то есть еще ждет своего часа, когда к ней подступится только инноваторы, потом будет пик неоправданных ожиданий, потом яма разочарования, потом собственно выход на плато продуктивности, то есть сейчас пока нет таких прорывных технологий, которые вышли на плато продуктивности, да их и не может быть, потому что как только технология выходит на плато продуктивности, она перестает быть прорывной, она становится обычной технологией, но вот обратите внимание, облачные экосистемы, технологии NFT, это токены на базе блокчейна, децентрализованная identity, соответственно, Web3, суперприложения, цифровые двойники, ну и так далее. Метавселенные, для каждой из них свой срок выхода на плато продуктивности. Кто-то, может быть, никогда не выйдет, потому что прогнозы тоже меняются. Но вот эти все технологии, очевидно, могут быть использованы и как мишень для злоумышленников, например, те же самые метавселенные, и уже сейчас, кстати, метавселенные используются для всяких парадов, демонстраций, кражи информации и так далее. А могут быть использованы и в качестве инструмента для реализации тех или иных атак, например, цифровой двойник любого из вас или меня, который будет втираться в доверие к вашим близким, знакомым друзьям и просить там переведи 500 рублей. Мне надо срочно оплатить телефон. И если это придет сообщение от цифрового двойника, ну, многие, может быть, поведутся на это. Если человек говорит, как я, ведет себя, как я, выглядит, как я, и мимика у него такая же, и как бы движения такие же. Ну, соответственно, да, там отсутствие критического мышления, и все, мы перевели 500 рублей. Хорошо, если это 500 рублей, а если это ключи от квартиры, где деньги лежат, и мы лишились записи в реестре собственности, и собственность ушла злоумышленникам. Сейчас для этого используются другие методы социальной инженерии, но с цифровыми двойниками это делать будет гораздо проще. Вот, поэтому, когда мы видим любой прогноз или появление активной использования той или иной технологии, если она проходит дно неоправданных ожиданий, то надо сразу на нее смотреть более внимательно. Так что на первых порах просто присмотрелись, увидели, взяли на карандаш, но сильно не заморачиваемся. А вот когда технология выходит из ямы неоправданных ожиданий, вот тогда можно говорить о том, что надо всерьез заниматься ее безопасностью, как минимум с точки зрения анализа угроз. Ну, потому что, вот, например, сейчас возьмем метавселенную. Еще два года назад, особенно во время ковида, про метавселенную говорили все с таким придыханием, пиететом, что вот это наше будущее. И что? И где эти метавселенные? Сукерберг свои проекты потихонечку закрывает, многие компании закрывают. Ну, вот Apple выпустила Apple Vision Pro, но тоже непонятно. Это не совсем метавселенная, скорее дополненная реальность. И то многие, те, кто пользовался в течение длительного времени, говорят, что голова болит от длительного нахождения в такого рода очках дополнительной реальности. Поэтому, может быть, и не взлетит. Вот, если смотреть чуть дальше, может быть, эта история повторится спустя несколько лет, когда Маск добьется со своим нейролинком более прогрессивных исследований и прогресса, и прорывов. И тогда чип, встроенный в мозг, сможет без головной боли погружать человека в новые виртуальные миры. И вот тогда история с киберугрозами может всплыть заново, примитивно к метавселенным. Пока, на мой взгляд, она сильно преувеличена и, скорее, есть более перспективные технологии, на которые стоит обращать внимание, чем то, что когда-то было возможно. Поэтому, если посмотреть на горизонты оценки киберугроз, что может быть интересным и перспективным, то на горизонте 2-4 лет я бы посмотрел в сторону атак на биометрию, дипфейки и так далее, атаки на искусственный интеллект и блокчейн, автономный беспилотный транспорт, интернет вещей и 3D-печать. Это то, что мы должны держать руку на пульсе, потому что это уже вышло из ямы неоправданных ожиданий и выходит потихонечку на плато продуктивности, а значит, этим начнут активно пользоваться бизнес и государство и общество, а значит, это привлечет внимание злоумышленников. То, что держим в голове, но пока не педалируем, это как раз атаки на биотехнологии, я про это скажу, метавселенные, децентрализованные инфраструктуры, кванты, цифровые двойники, потому что пока это только исследования, каких-то реальных массовых историй и проектов в этой части нет, но опять же, сбрасывать со счетов нельзя, просто держим в голове, что возможно к этой истории придется вернуться. Ну и в качестве более таких приземленных вещей, о чем стоило бы упомянуть, интернет вещей, он действительно становится массовой историей, сегодня к интернету вещей подключено несколько десятков миллиардов устройств, больше, чем людей на планете. И это не только привычные нам скуды, система контроля доступа в помещение, видеонаблюдение, банкоматы, бейджи, но и всякие счетчики электроэнергии, пылесосы, фитнес-трекеры, интернет-пианино, холодильники, кофеварки. Ну все, что можно подключить к интернету, сегодня подключается. То есть обратите внимание, даже кардиостимуляторы подключаются для того, чтобы домашний доктор в реальном времени получал информацию о сердечном ритме пациента. Или стельки подключаются к интернету, и они, например, за счет вибрации в мизинец или в большой палец на конкретной ноге дают сигнал, куда повернуть. То есть это такая интеграция с навигатором, и соответственно мне не надо держать перед глазами этот навигатор, у меня стелька за меня подсказывает, когда мне надо повернуть. И это не шутка, это реально уже есть прототип системы стельки, подключенной к интернету. И это приводит, конечно же, к потенциальным проблемам, или может провести. Например, кардиостимулятор. Современные кардиостимуляторы с подключением к интернету, они обладают встроенным дефибриллятором. Что такое дефибриллятор? Это устройство, которое дает электрический разряд на становившуюся сердечную мышцу, для того, чтобы заново ее запустить, и сердце заработало. Ну, собственно, это происходит, когда у человека останавливается сердце, ему прикладывают, я думаю, в фильмах видели, прикладывают эти два датчика, собственно, у него запускается или не запускается сердце, вероятность этого больше 30%, но иногда и не срабатывает. Но в чем проблема? В том, что если дефибриллятор запустить на работающем сердце, то разряд тока сердце остановит. И запустить его заново будет очень проблематично. Ну, то есть рядовой человек, даже обладающий навыками первой помощи, сделать этого, скорее всего, не сможет. Здесь нужны специалисты-реаниматологи. Так вот, уже выявлены дефекты в ряде моделей кардиостимуляторов, которые позволяют на работающее сердце подать сигнал из интернета. И в этом случае дефибриллятор дает разряд, и сердце останавливается. А мы понимаем, что кардиостимуляторы ставят обычно людям уже в возрасте, которые, как правило, являются достаточно серьезными людьми, большими чиновниками, богатыми людьми, владельцами компаний, ну и так далее. То есть люди интересные с точки зрения потенциального вымогательства, мошенничества, ну и так далее, и так далее. Та же самая история была обнаружена с инсулиновыми помпами. Ее, суть ее работы заключается в том, что она по команде, может быть, из интернета, потому что они тоже подключаются к интернету, по команде дает, впрыскивает небольшую дозу инсулина в кровь, в диабетику, для того, чтобы, ну, держать уровень сахара на определенном уровне. Потому что в противном случае у человека понижается уровень сахара в крови, ну и это может привести даже к смерти. Но проблема в том, что если уровень сахара повысить очень сильно, то есть чтобы было превышение необходимого уровня сахара, это приводит тоже к смерти. И, соответственно, уже известные исследования, к счастью, пока без демонстрации на живых людях, но известные исследования, когда было продемонстрировано, что можно дать команду этой инсулиновой помпе извне, она впрыснет в кровь человека всю помпу, весь инсулин. Это приводит к анафилактическому шоку, и человек умирает. Его уже даже реанимационные мероприятия, скорее всего, не помогут, потому что вывести экстренно весь впрыснутый сахар очень сложно, весь инсулин. То, что раньше можно было рассмотреть только в фантастических фильмах, типа человек в доспехах и так далее, сейчас это становится уже реальностью. Поэтому, когда я упоминал неоднократно в начале нейролинк, маска и чипы, встроенные в мозг, это же не только хорошо для тех, кто не видел никогда, или плохо говорил, или у него плохо двигались пальцы, ему этот нейрочип наладил нейросвязи внутри головы. Это еще и угроза потенциального воздействия со стороны киберпреступников. Часть жизни, о которой обычно никто никогда не говорит, но это тоже как бы интернет-вещи. Это, соответственно, секс-роботы, это детали гардероба, нижнее белье с подключением к интернету, это секс-игрушки с подключением к интернету, и они тоже ломаются. И уже даже были прецеденты взлома на игрушке слева, иногда даже бывают встроенные видеокамеры. Я не знаю, зачем для такого рода игрушки видеокамеры, но взламывают и, соответственно, потом шантажируют. Либо утекают персональные данные, то есть частота использования, время использования и так далее. Этим тоже можно шантажировать. Либо буквально свежий кейс прошлого года. Я думаю, что вы не знаете, что это за устройство. Я вам скажу, что... Правда, на себе не показывают обычно. Это электронный пояс верности, мужской. Я думаю, вы представляете, куда он надевается. Но поскольку он электронный, то он управляется из интернета. И, соответственно, супруги, которые не всегда доверяют друг другу, они надевают своим мужьям вот такого рода устройство, отправляя их в командировку на всякие симпозиумы, конференции и так далее. И могут, собственно, следить за личной жизнью своих половин. И в прошлом году как раз был зафиксирован случай, когда такого рода устройство взломали и требовали выкуп. Ну, очевидно, что человек, у которого это устройство захлопывается на известной части тела, отдаст все, что только можно, чтобы ее разблокировали удаленно. Поэтому, казалось бы, шутки шутками, но это то, что уже происходит в реальности. То есть к интернету подключают все, ну и, соответственно, ломают уже, соответственно, все. Поэтому по мере того, как к интернету будут подключать все даже самые немыслимые устройства, сразу можно прогнозировать, что эти устройства, подключенные к интернету, станут мишенью. Как минимум, с точки зрения экспериментов, а можно или нельзя взломать. А в перспективе, если устройство получит популярность, и история со взломами будет более массовой. Конечно же, нельзя не говорить про искусственный интеллект. Мы видим применение искусственного интеллекта, опять же, на той же самой кривой развития технологии от компании Gartner. Обратите внимание, что разные технологии с применением искусственного интеллекта находятся на разном уровне развития. Есть компьютерное зрение, есть, соответственно, распознавание объектов, есть чат-боты с просто вопрос-ответ, но многие сталкивались с этим, общаясь с операторами связи в банках и так далее. Достаточно популярная история. Есть вещи более сложные, там это мультимодальные истории в системах, связанных с биометрией. Это реальный искусственный интеллект, то есть не просто машинное обучение, а Artificial Intelligence, то есть так называемые AGI, который может превосходить человеческий мозг. То есть это какие-то перспективы пяти-десяти лет, но все это может быть использовано и для проведения атак, и, соответственно, как цель для атаки. Тем более, что сейчас искусственный интеллект активно анализируется с этой точки зрения, анализируется атаки на него. Атаки могут быть разные. Это и кража моделей, и отравление обучающих выборов для того, чтобы модели машинного обучения принимали некорректные решения. Это, конечно же, неправомерное использование машинного обучения в различных атаках. Сегодня опубликовано немалое количество исследований, в том числе на русском языке, о том, как искусственный интеллект может быть использован в вредоносных целях. Для фишинга, для обмана, для дипфейков, дезинформации, для поиска уязвимости, для создания фишинговых сообщений и так далее, и так далее. Огромное количество примеров сегодня существует. И вот те попытки, которые сегодня предпринимаются разными государствами для ограничения искусственного интеллекта, буквально то ли вчера, то ли позавчера в ООН 127 государств подписали очередную декларацию о том, что надо относиться ответственно к развитию искусственного интеллекта, чтобы искусственный интеллект был безопасен и так далее. В конце прошлого года аналогичные истории были подписаны странами G7 в Хиросиме, потом в Блэчли парке в Великобритании подписали порядка 50 государств аналогичный документ. Американцы приняли закон, свой Байден подписал указ в октябре. Европейцы подписали указ на прошлой неделе по искусственному интеллекту, в России подписали новую редакцию стратегии развития искусственного интеллекта. Везде говорят про безопасный искусственный интеллект, но только никто не спрашивает киберпреступников. Киберпреступники им плевать на все эти меморандумы, декларации. Они развивают свой искусственный интеллект, у них свои обучающие выборки, у них свои базы данных, вредоносного кода, фишинговых сообщений и так далее. И свои модели, которые они на этих обучающих выборках обучают. Поэтому им эти все декларации не указ. Поэтому с их стороны это все будет развиваться семимильными шагами. А мы сами себя будем загонять в эти жесткие рамки, не давая распространяться технологиям, которые, ах, якобы могут привести к росту безработицы, к введению социального рейтинга и так далее. Ну, собственно, под эгидой чего европейцы запрещают сейчас развитие искусственного интеллекта у себя. В реальности-то они, может, и запрещают, но технологии все равно будут развиваться. И теневое использование технологий, уж тем более спецслужбами, эти технологии развиваться все равно будут. Поэтому сами себе закручиваем гайки. Непонятно зачем, на мой взгляд. Но, опять же, чисто мое мнение. У каждого оно, наверное, может быть совершенно свое. Но я повторюсь, что спецслужбы и военные структуры, искусственный интеллект будут продолжать развивать так, как им нужно. Есть уже применение искусственного интеллекта в обычных вооружениях. Идут исследования по применению искусственного интеллекта для управления ядерными вооружениями. Привет, Скайнет, как говорится. И, конечно же, есть примеры, когда искусственный интеллект начинает исследоваться военными с точки зрения кибербезопасности. В 2016 году американцы проводили конкурс Cyber Grand Challenge Агентства перспективных технологий Минобороны, где роботы, но не человекоподобные, а роботы, компьютер, машины, программы, друг друга атаковали. Целиком, без участия человека, искусственный интеллект против искусственный интеллект. Они искали уязвимость, и они же пытались его эксплуатировать с помощью алгоритмов машинного обучения. И достаточно успешно этот конкурс прошел, правда, с тех пор про результаты исследований в этой части молчок. Даже информация о победителях в интернете как бы исчезла. То есть ее надо очень сильно копать, чтобы понять, а что дальше произошло с теми, кто участвовал в этом конкурсе, и куда пошли их разработки. То есть в реальности искусственный интеллект будет применяться достаточно активно. И вот этот Cyber Grand Challenge 2016 года, он только первой ласточкой был. На самом деле, такого рода истории проходят в виде хакатонов и сейчас. Они не всегда афишируются, не всегда публично, иногда с грифами и с допусками. Но это история, от которой не уйти. И какая-нибудь там боевая торпеда с искусственным интеллектом, это не фантастика. Это то, что сейчас разрабатывается. И, соответственно, очевидно, если раньше хакеры пытались атаковать системы обычных вооружений, и были даже успешные взломы, то на горизонте 5-6 лет до 30-го года, очевидно, будут атаки и на системы киберуправления, системами обычных и, может быть, даже ядерных вооружений. Хотя я надеюсь, что ни у кого все-таки не придет в голову красную кнопку, ядерную кнопку отдавать в руки искусственному интеллекту. Но кто знает. А если это произойдет, то дальше кибервоздействие вполне возможна история. Поэтому обычно об этом стоит задумываться, как минимум держать в голове, куда это все может начать развиваться. Вот что еще необходимо сказать, что сейчас в основном атаки реализуются преимущественно на уровне людей, их поведения и программного обеспечения, но постепенно будет подниматься по пирамиде в сторону железа, в сторону микроэлектроники, в сторону чипов и так далее. И уже сейчас появляются атаки на уровне программного обеспечения для микроэлектроники. То есть соответствующая фирмвея, всякие прошивки, программное обеспечение для процессоров и так далее. В целом одна четверть всех так называемых трендовых уязвимостей, то есть которые эксплуатируются в дикой природе, в реальном мире, четверть такого рода уязвимостей, найденных в прошлом году, были связаны с прошивками железа. То есть на уровне именно железа. Не на уровне операционных систем, а тем более приложений, а на уровне ниже. И когда вы будете задумываться, а как от этого защищаться, у вас сразу, наверное, возникнет вопрос, антивирус меня защитит от этого? А я отвечу, нет, не защитит. Потому что антивирус работает на уровне операционной системы, а уязвимости вот эти на уровне фирмвея, на уровне микроэлектроники работают ниже операционной системы. И поэтому они могут оставаться долго незамеченными, они могут оставаться непропатченными даже в случае обновления программного обеспечения выше, и даже несмотря на установку различных средств защиты на уязвимой на аппаратном уровне компьютера. Это тоже проблема, которую сегодня решать очень сложно, потому что на уровне микроэлектроники не так уж и много вообще специалистов, которые могут искать уязвимости, потому что в программном обеспечении обычном еще можно искать, есть технологии даже там в виде черного ящика, то на уровне микрочипа, который мы не знаем, кто и как собирал, и что там в него напихано, искать уязвимости бывает очень-очень проблематично. И эта проблема будет только нарастать. То есть проблема не только там сероимпорт, некачественная микроэлектроника и так далее, но и проблема явных закладок, ну или уязвимостей, которые будут использованы злоумышленниками или там целыми спецслужбами и государствами. Еще одна история, о которой тоже стоит помнить, это кибервойны. Есть интересные статистики о том, что за последние сто лет на Земле было всего 26 дней без войны. Меня эта статистика в свое время поразила. А за всю историю человечества 240 лет без войны. То есть такое впечатление, что человек не может не воевать. То есть что бы мы ни говорили про там толерантность, мирность и так далее, мироволюбивость, любовь, доброту и так далее, люди воюют. Война это двигатель прогресса. И в киберпространстве происходит все то же самое. То есть происходит огромное количество войн. Сейчас особенно по мере усиления геополитики количество группировок, которые объявляют кибервойны друг другу, возрастает. Кибервойны объявляются и государством в том числе. И если мы посмотрим на то, что может произойти уже в этом году, то стоит обратить внимание на те геополитические конфликты, которые есть. Китай-Тайвань, Иран-Китай-Россия, корейский конфликт Южная и Северная Корея, Ирак-Сирия, Китай-Филиппины. Соответственно, Индия, Пакистан, Китай. Приграничные районы, Джамму, Кашмир, которые до сих пор непонятно, кому они принадлежат. Все говорят о том, что они принадлежат им. И это сопровождается кибератаками друг на друга. Вот эти все геополитические конфликты, которые мы видим сейчас, сопровождаются кибератаками. И кибератаки идут не только условно-офисные, но и кибератаки на систему про технологическими процессами. В системе водоснабжения, на атомные электростанции, на электроснабжение и так далее. Вот здесь вы видите количество кибергруппировок, связанных с кибератаками в рамках специальной военной операции. То есть Россия, Украина, соответственно, есть группировки за Россией, есть группировки за Украину, они атакуют друг друга. То же самое происходит в рамках более свежего, но и более серьезного конфликта Хамас и Израиль. Группировок больше, чем в специальной военной операции, в рамках конфликта Украины и России. То есть количество тех, кто начинает атаковать других, их становится все больше и больше. И в зависимости от того, насколько уязвимы их цели, они могут достигать очень серьезных последствий. Когда говорят, а вот атаки на атомную электростанцию, что это заблуждение, да они изолированы от внешнего мира и так далее. Поверьте мне, нет, не изолированы. Атаковать можно. Я не говорю про то, что их можно атаковать даже в изолированном варианте, как это было в Стокснете, в Натанзе, в Иране. Их можно атаковать и из интернета в том числе. Вот я здесь выделил всего 9 кейсов. На самом деле их больше. Их число уже приближается к двум десяткам. Последний произошел пару дней назад. Там атаки на ядерные объекты в Израиле. То есть это уже не фантастика. Это реальность, в которой мы живем. И уже были случаи остановы ядерных реакторов в результате кибератаки. Поэтому, когда там кто-то говорит, вы придумываете, вы преувеличиваете, вы запугиваете. Ну, отчасти да, я запугиваю, но я не преувеличиваю. Потому что задача специалиста по безопасности показать худший сценарий развития события и оценить его вероятность. Ну, там, качественно, либо количественно. А здесь уже и вероятность оценивать не надо, это уже происходило. То есть то, что уже происходило, может быть повторено по мере развития технологий. Поэтому закончиться это может все очень печально. И когда говорят, что там Третья мировая война может быть не ядерной войной, а кибервойной. Она может быть совмещенной. Кибервойна против ядерных объектов. И вот у нас совместилась. Не дай бог, конечно, и да, у меня сейчас такой апокалиптический сценарий пошел. Но просто об этом надо помнить и держать в голове, что любое развитие технологий, оно имеет за собой и темную сторону, о которой надо думать. Ну и, конечно же, надо думать о том, куда пойдут те, кто сейчас нас атакует. Потому что их много, их же учат. Их учат государство атаковать. А дальше, собственно, когда вот эти геополитические конфликты, если они завершатся, вот эти все кибервойны, киберармии захотят продолжать применять свои знания. Они пойдут атаковать нас с вами. Государство, бизнес, то есть государство, которое их вскормило, они будут атаковать. Ну, то есть будет такое наращивание потенциала кибернападений. А с точки зрения специалистов по безопасности у нас идет нехватка. То есть если мы посмотрим на демографическую статистику, например, по России, мы находимся в яме. Сейчас, в демографической яме. Потому что в 20-м, ой, не в 20-м, в 2000-х годах как раз у нас произошло серьезнейшее падение рождаемости. И сейчас как раз, когда у нас должны появляться большое количество специалистов в области IT, там, ИБЭ и так далее, кибербеза, их нет. Просто нет. Не потому что они уехали, боясь мобилизации. И не потому что они уехали, боясь там специальной военной операции. В других же странах тоже происходят и мобилизации, и военные конфликты и так далее. Нет, у нас специалистов нет, потому что их не рождают. Они рождают их, потому что у нас была вот эта самая демографическая яма. И сейчас, если обратить на правый слайд, там график идет падение. Тоже будет яма. И, соответственно, через 20 лет, когда понадобятся там новые специалисты IT, их опять не будет. Ну, к счастью, там уже, я надеюсь, технологии искусственного интеллекта и роботизация разовьются достаточно, чтобы заменять человека. Но вот сейчас мы действительно пожинаем плоды демографической ямы. Это не потому что все разъехались, потому что их просто нет. И поэтому защищать некому и обеспечивать IT некому, и программировать некому ровно по этой причине. Но это одна из основных причин. Хотя, конечно же, нельзя сбрасывать со счетов и все остальные факторы, и страх, и мобилизация, и СВО, и потому что уехали, и так далее, и так далее. Вот, куча вариантов. Но демографическая яма, она тоже сильно влияет. Ну и подходя к финалу такого апокалиптического сценария, анализа угроз, кибер-угроз 2030, не забываем про биотехнологии. Нейролинк и ЧП от Маска – это только верхушка айсберга, которая просто не сходит, передавит с прессы. Но в реальности компании, которые занимаются биотехнологиями, стали заниматься задолго до того, как это сделал Маск. Их много. И уже реально начинают активно использоваться редакторы ДНК, редакторы генетического кода. А что такое редакторы генетического кода? Это как 3D-принтер. Это программа, и это биоматериал. И станок, который этот биоматериал по определенной программе собирает. И, соответственно, редакторы генетического кода тоже самое. Есть программа, есть некие станки, условно, которые манипулируют молекулами и цепочками ДНК. И, собственно, есть то, что потом появляется по результатам. То есть какая-нибудь морозоустойчивая пшеница или какие-то новые сорта еды или растений и так далее. Дальше появляется история. Очевидно, ее будут использовать. Это долголетие, продление жизни. Это попытка манипулировать встроенными врожденными пороками в организм человека и болезнями наследственными, пытаться ими манипулировать. Ну и дальше, очевидно, к бабке не ходи, кто-то захочет создать суперчеловека. Евгеника в полный рост. То есть можно сколько угодно говорить о том, что это кощунство и так далее, но будут попытки это делать. И, соответственно, дальше можно себе представить сценарий, когда хакер залез в такого рода редактор ДНК, подменил какой-нибудь в программе, соответственно, несколько молекул или несколько элементов цепочки. И спустя 20-30 лет, а вот в этом случае как раз последствия будут только постфактум десятилетия проявляться, у меня вместо суперчеловека появился какой-нибудь суперубийца. Или вместо пчелы, которая опыляет огромные территории за счет того, что она может дольше находиться без еды в воздухе и, соответственно, больше всего опылять, сама производя соответствующие элементы для опыления растений. Появится пчела-убийца. Ну, если кто смотрел сериал «Черное зеркало», ну, там еще неплохо это, кстати, показано, чем может закончиться история, если у нас не будет пчел. Нет пчел, нет опыления, нет опыления, нет растений, нет растений, соответственно, голод, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Казалось бы, ну, как в фантастическом романе Рея Брэдбери по поводу бабочки и так далее. Я вступил на бабочку и спустя тысячелетия или там миллионы лет это привело к колоссальнейшим последствиям. Вот здесь ровно та же самая история, но на более сжатом интервале времени, потому что здесь не эволюционное развитие, а революционное будет. Изменили ДНК и оно сработало уже через поколение, а может быть и быстрее. И это уже не шутки, то есть, опять же, редакторы ДНК это реальность сегодняшнего дня. И они реально работают, как обычный станок 3D. Там есть программа, по которой он работает. Дальше там очень высокоточное оборудование, которое манипулирует ДНК. Но сама программа это программа. Соответственно, если туда заложить неправильные данные, она будет, соответственно, с этой программой работать. То есть возникают вопросы, как эти программы проверять. Вот, поэтому, когда мы анализируем угрозы, мы должны смотреть действительно достаточно далеко вперед. Мы должны смотреть на то, что угрозы будут направлены и на технологии, в том числе будущие прорывные технологии, и на процессы, которые вокруг этих технологий используют те же самые редакторы ДНК. Здесь важен еще и сам процесс, как этот редактор ДНК работает, и вокруг него, кто имеет доступ к нему и так далее. И, конечно же, она человеческое поведение. А там возьмем тот же самый фишинг. Фишинг же это просто атака. Раньше она была, реализовывалась на электронную почту. Сейчас она начинается, фейковые сообщения от начальства в мессенджерах, а в будущем это будет на нейролинковской чипы или на чипы от других компаний. Думаю, это не только будет Илон Маск делать. Но сама по себе атака, она остается неизменной, а человеческое поведение тоже остается неизменной. То есть нас ловят на удочку всего по шести причинам. Страх, раздражение, невнимательность, любопытство, жадность и желание помочь. Вот 99% всех атак на человека связаны с этими шитью эмоциями. И, соответственно, они были тысячу лет назад, они есть сейчас, они будут через тысячу лет назад. Но, опять же, если Евгенийка не вмешается, и у нас не появится абсолютно безэмоциональный человек. Вот тогда, да, с точки зрения фишинга, социального инжиниринга, он будет неуязвим, но, возможно, будет уязвим к чему-то другому. Каким-то иным манипуляциям. Вот, поэтому об этом тоже стоит помнить, но у меня уже вышло время, я про это рассказать не могу. Вот, поэтому просто помните, что отличие человека, который занимается или интересуется кибербезопасностью от человека, который занимается развитием новых технологий, одно, если человек, который за развитие технологий, он смотрит, как с помощью этого улучшить нашу жизнь, то человек, который занимается безопасностью, смотрит на это, как с помощью этого жизнь может быть ухудшена. Он смотрит с худшей стороны и потом предлагает какие-то меры по улучшению и по обеспечению безопасности. Вот на этом мне хотелось бы завершить свой такой краткий рассказ о киберугрозах. И, к сожалению, там время подошло к концу, но если там Стасия выберет несколько вопросов наиболее интересных, я готов на них ответить. Спасибо вам большое за лекцию, было очень интересно и насыщенно. Да, ребята писали в чат. Вообще спрашивали такие интересные вопросы, скорее смежного характера, про форензику спросили. Как вы считаете, будет ли развиваться это направление в Российской Федерации? Вот, кажется, что сегодня многие вытечки получаются, как правило, не за счет информационных технологий, а именно по факту человеческой халатности и незнания корпоративных политик? Ну, на сегодняшний день, да, как бы злоумышленники тоже люди ленивые, поэтому они идут по пути наименьшего сопротивления и атакуют там, где проще, через человеческое поведение. А, соответственно, с точки зрения форензики, это одно из интереснейших, с точки зрения исследований и будущего развития направлений. Единственное, что она пока не очень хорошо автоматизируется, и там очень сильно все зависит от конкретного человека. То есть, если в области кибербеза, в области обнаружения и реагирования на атаки очень много автоматизации, то в области форензики, анализа, атрибуции, выявление, как бы, руткоз и так далее, точки проникновения, и, собственно, как злоумышленник что-то сделал, в том числе и реверс инжиниринг, здесь все гораздо сложнее. На текущий момент времени автоматизации в этом направлении почти нет, по крайней мере, сейчас. Поэтому, если кто-то хочет в этой области поработать, это очень перспективно. Спасибо большое. Конечно, ребят больше беспокоят прикладные вопросы, например, как обезопасить себя от утечки данных при краже телефона. И, на самом деле, вот этот же молодой человек, Олег, задал другой вопрос. Насколько законно со стороны работодателей было врываться в частную жизнь работников во время пандемии? Особенно были запреты на уличные походы дальше 100 метров, были необходимости включения геолокации в аккаунте на госуслугах и школьных порталах. Вот, и такой вопрос, как вы считаете? Да, приватность – это такая больная тема сейчас для всех, для всех государств России не исключение. Все пытаются найти баланс между интересами бизнеса, то есть работодателя, работника и государства. И всегда будут перекосы. Я думаю, никогда четкого ответа найдено не будет, и баланса найдено не будет. Потому что все зависит в дальнейшем от конкретного работника. Если он видит, что работодатель вторгается в его личную жизнь, пространство, контролирует и так далее, он может потребовать перестать это делать. Работодатель, зачастую, ссылаясь на нормы законодательства, свои принципы, их можно найти, будет ссылаться на то, что он в своем праве. Ну а дальше работнику либо придется смириться, либо искать нового работодателя, ну, либо противодействовать работодателю. Ну, это такой, как бы, путь, на мой взгляд, никуда. Противодействие работодателю, он ничем хорошим для обеих сторон не заканчивается. Но обеспечение баланса приватности сейчас начинает превалировать, по крайней мере, в Европе, в США и так далее. Но, на мой взгляд, они уйдутся явно не туда, они под этим соусом сильно ограничат развитие технологий. У плохих парней таких ограничений не будет. Они будут сильно проигрывать, и число атак у них будет только возрастать. Вот. Про, все-таки, про телефон, на котором все данные, ну, включайте двухфакторную аутентификацию, это сильно облегчит вам жизнь. То есть, если она у вас есть, то даже кража телефона сильно не поможет злоумышленникам. Вот. Сейчас на всех телефонах по умолчанию включается шифрование, поэтому разобрать данные будет сложно. Вот. А если у вас есть возможность, на айфонах это по умолчанию, можно включить, на андроидах, по-моему, это требует установки определенной программки, по аналогии с «Найди меня». Она позволяет удаленно превратить телефон в кирпич, и все данные оттуда вытащить будет, в принципе, невозможно, и все, что останется злоумышленнику, это разобрать телефон на запчасти. Вот. Спасибо большое за такой совет. Да, я просто хотела, вот, ребята уже накидывают вопросы, и чтобы и вас не задерживать. Я бы несколько вопросов объединила, поскольку ребят беспокоят, как мы можем готовиться к будущим возможным киберугрозам, и вы сегодня упомянули Евросоюз, который, как обычно, старается максимально все зарегулировать. Как вы считаете, вот такая регулировка, своевременное обновление написания нормативно-правовых актов в области ИБ позволит нам снизить число киберугроз? Нет, не позволит, потому что на то да и есть две причины. Во-первых, регулирование всегда запаздывает, оно является реакцией на некие массовые истории, то есть когда угрозы уже развились, развились, точнее, и поэтому регулирование — это всего лишь ответ на что-то. Это раз. Во-вторых, регулирование обычно пишут люди далекие от технологий, а к мнению людей, которые связаны с технологиями, обычно никто не прислушивается. И в результате мы получаем то регулирование, которое мы получаем. Ну и третий важный момент, что киберпреступники, они же не смотрят на регулирование, они его не читают, они будут продолжать развивать то, что они делают. Поэтому бумагой бороться с технологиями очень сложно. С технологиями бороться можно только технологиями. Поэтому любая нормативка — это, конечно, неплохо, но под нормативку необходимо создавать технологии, которые будут реализовывать мероприятия по противодействию использования технологий во враждебных целях. По-другому это не работает в принципе. Но у IT-юристов в будущем очень много перспектив, особенно в корпоративной среде, потому что технологий все больше, и это и вопросы приватности в том числе, но и вопросы искусственного интеллекта и так далее, и поиск баланса, и взаимодействие с поставщиками, с третьими лицами. Там огромное количество тем еще в принципе никем не раскрытых, не рассмотренных, не изученных и, соответственно, не зарегулированных даже на уровне корпоративного права. Я уже не говорю про государственное. Вы даже ответили на ряд вопросов и про темп изменения в области законодательства и при юристах. Да, я вижу, вы тоже видите. И вот Артем уточняет, можно ли сократить это время на издании какого-либо акта, хотя мы уже выяснили с вами, что законы пишутся для честных людей, для тех, кто собираются следовать им. На самом деле я могу сказать, что это, к сожалению, никому не нужно, потому что были попытки применить смарт-контракты для нормотворчества, для регулирования. Потому что смарт-контракт, чем отличается от обычного нормативного акта, тем, что его нельзя отсрочить, обойти и так далее. Если наступило некое событие, смарт-контракт начинает выполняться. И были попытки кодификации законодательства о ведении смарт-контрактов и даже история compliance as a code. Но, к сожалению, ни в одной стране мира ее так не реализовали. Даже в России в стратегии развития Центрального банка и финансового сектора было прописано стремление в эту сторону. Но потом мы этот пункт из стратегии убрали. Потому что, когда все понимают, что всех тех чиновников, которые у нас есть, заменят искусственный интеллект и машина, и она начнет писать документы понятные и гораздо быстрее, и гораздо лучше, чиновники ужаснулись и все эти инициативы рубят на корню. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы когда-нибудь мы гораздо быстрее и лучше писали нормативку, но вот эти все благие начинания разбиваются о нежелании чиновников, чтобы их заменял компьютер. Увы. Но идея красивая, да. Спасибо вам большое за ответы на вопросы. Мы вас даже немножечко подзадержали. Спасибо, что у вас было время подключиться сегодня и возможность в целом такое сегодняшнее непростое утро. Спасибо еще раз. Да, спасибо. Алексей, если можно будет презентажку вашу заполучить. Да, я презентацию пришлю. Да, но для ограниченного использования, только в рамках наших спецкурсов, да, потому что к некоторым слайдам, я думаю, ребятам стоит обращаться будет несколько раз. Да, спасибо. Спасибо вам еще раз. Будьте в безопасности. Да, счастливо. До свидания. Продолжение следует...